Добрый день! В эфире Ян Арт и 1001 секунда об экономике. Судя по некоторым признакам, период относительной стабильности для российской экономики может смениться новой турбулентностью, как стало модно называть ситуацией, когда что-то пошло не так. Министерство финансов России констатирует, что нефтегазовые доходы, обеспечивающие около трети доходов бюджета страны, оказались меньше ожидаемых. Пока расхождение с планом не слишком критично, получено на 142 миллиарда рублей меньше, чем прогнозировалось. Но из-за недавнего резкого спада на мировых фондовых рынках цена на нефть тоже качнулась вниз, а цена на газ после подъема в мае и июне опять снизилась до среднегодовой. При этом курс рубля по-прежнему пребывает на уровнях не соответствующих расчетам бюджета на этот год. Снижение порога обязательной продажи валюты выручки сначала до 60, а затем до 40% привело к тому, что, как сообщают аналитики Сберсип, чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами уменьшились с 14,5 в июне до 11,5 миллиарда долларов в июле. Но рубль остается крепким, поскольку все меньше валюты тратится на импорт. И только в самые последние дни курс рубля понизился до уровня 87-88 за доллар. Однако снижению курса рубля до приемлемых для бюджета уровней мешает продолжающееся сокращение импорта. Более того, аналитики Альфа-банка призвали россиян готовиться к скорому дефициту импортных одежды и техники и к росту цен на импортные товары на 15-20% в течение ближайших 6-9 месяцев. Предполагается, что больше всего подорожают компьютеры и смартфоны. Россияне вняли, но, судя по всему, решили начать с более крупных задач. В июле резко выросли объемы продаж новых легковых автомобилей на 41%, причем как импортных, так и отечественных. Судя по всему, запасаются впрок. Как предупредил партнер аналитического агентства «Автостад» Игорь Маржаретта, вскоре из-за высокой ключевой ставки Центробанка и повышения утильсбора, цены на авто могут подняться так высоко, что рынок автопродаж в стране, наоборот, резко рухнет. А вот по части компьютеров и смартфонов все только начинается, если только российская экономика не решит все же проблему собственного производства этой сложной техники. Судя по некоторым сообщениям, она, экономика, сейчас аккурат в активном поиске. По части курса рубля тоже есть подвижки. Те, кому положено, пытаются на него повлиять и опустить до нужных уровней, не путать с понятием «обрушить». В частности, было объявлено, что с 7 августа Министерство финансов в пять раз сокращает покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. А Банк России недавно выпустил новый проект того, как рассчитывать курс рубля. Для непрофессионалов смысл изменений не очень понятен, поэтому поясню проще. В расчет вносятся поправки, не позволяющие нескольким крупным валютным сделкам влиять на расчет курса. Укрепление рубля в последние два месяца не повлияло на снижение инфляции в России. Напротив, сначала Центробанк, затем и другие ведомства говорят о рисках ее усиления. Расстат сообщил по итогам июля, что темпы инфляции прибавились, и в годовом выражении инфляция достигла 9,13%. Это самое высокое значение с апреля 2022 года. А конкретно продовольственная инфляция по оценке Росстата сейчас составляет чуть выше 10%. Среди наиболее подорожавших продуктов Росстат отмечает яйца, выросли в цене на 37% за год, мясо выросло за год на 13%, картофель с начала года подорожал почти на 90%, морковь плюс 54% с начала года, капуста плюс 50%, яблоки плюс 33% и кроме того на 33% поднялась цена авиабилетов. Почти на 12% за год в среднем подорожали лекарства, а в июле Росстат также отмечает рост цен на какао, рыбу, горох, фасоль и сахар. Кроме продуктов отмечен резкий рост стоимости самого дешевого способа дальних путешествий и проезда в плацкартных вагонах. Одной из причин ускорения инфляции эксперты называют июльский рост жилищно-коммунальных тарифов. А сейчас в правительство внесено предложение почти вдвое поднять стоимость подключения жилья к электросетям, поскольку государственная компания Россети вынуждена экономить деньги на развитии. Как уже говорилось в нашей программе, майские заморозки, погубившие внушительную часть российского урожая в этом году, внесли свою печальную лепту в динамику цен. Недавно почти на 2 миллиона тонн с 84,7 до 82,9 миллиона был понижен прогноз по урожаю пшеницы. Как говорится в сообщении агентства Интерфакс, прогноз был понижен из-за сообщений Росстата о снижении урожайности и сокращении посевных площадей. Снижение урожайности, как и заморозки, это прерогатива небесной канцелярии, согласится логически мыслящий россиянин. А сокращение посевных площадей это-то вряд ли дело рук природы. Верно, не природы, а ее главного венца человека. Как выясняется, в этом году российские агрохолдинги сократили площади для пшеницы и резко увеличили посевные площади под чечевицу Инут. А с чего вдруг поинтересуется все тот же россиянин? У нас вкусы изменились, резко охладили ко всему хлебобулочному и возлюбили хомос? Нет, но на мировых рынках неплохо выросли цены именно на чечевицу Инут. И стало очень выгодно выращивать именно это добро и отправлять его на экспорт. Например, в Пакистан, Индию, Эмираты, Турцию. А может сначала обеспечим урожай для своей страны, чтобы хотя бы цены не слишком росли? Задаст логичный вопрос немного обиженный россиянин. Тем паче, что этим летом разворачивается спор между Национальным союзом хлебопекарей и Национальным союзом мукомолов. Пекари предупреждают, что с такой любовью увеличивать экспорт есть риск поиметь серьезный рост цен на хлеб. Но аграрии поясняют, что уж больно выгодно увеличивать экспорт. А на внутреннем рынке России по какой-то не очень внятной логике выгодно работать лишь аграрием из других стран Азербайджана или Турции. К тому же внутренний рынок не слишком внушает оптимизм. Вот уже и упомянутый Росстат среди прочих показателей сообщил, что в России на 18% выросла естественная убыль населения. Например, в первой половине этого года оная естественная убыль составила 321 518 человек. За это время в стране умерло 921 тысяча человек. Это больше, чем годом ранее. А родилось 599 тысяч человек. Это меньше, чем годом ранее. И почему-то из всей этой статистики, особенно с учетом сделанного в прошлом году прогноза о сокращении населения России к середине этого века, напрашивается нелицеприятный вывод. Сегодня у инвесторов есть отличная возможность диверсифицировать вложения за счет инвестиций на крауд-платформе Jetland. Плюсы этого инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором Центробанка, который ведет реестр инвестиционных платформ. Крауд-инвестиции не подвержены рискам биржевых инвестиций. Они хорошо диверсифицированы, поскольку распределяются небольшими суммами по займам, выдаваемым заемщикам платформы, предприятиям малого и среднего бизнеса. Средняя доходность на платформе сейчас около 23% годовых. Средняя доходность инвесторов, приступивших к инвестициям в последние 90 дней, около 25%. Это высшие облигации и депозитов. Причем эту высокую доходность можно зафиксировать на длительный период, на 2-3 года. Вывести деньги с платформы Jetland можно, включив функцию сейф или продав свои вложения в займы на вторичном рынке платформы. Регистрация на платформе Jetland производится дистанционно. Я использую формат автоинвестирования — автоматическое распределение средств в соответствии с настройками уровня рисков и сроков инвестиций, которые мне подходят. Для зрителей финверсии мы с коллегами из Jetland договорились о том, что им предоставляется особый бонус. Ссылка на него в описании под этим видео. Возвращаясь к негативным сигналам по экономике, стоит отметить замедление динамики роста ВВП. Об этом тоже в своей недавней сводке сообщил Росстат. Во втором квартале рост ВВП остался позитивным, но притормозил в сравнении с началом года. По прогнозу Центробанка, осенью замедление экономического роста продолжится, а к концу года уменьшится вдвое в сравнении с нынешними темпами. Аналогичный прогноз сложился из опроса экономистов, предпринятого недавно агентством Bloomberg. Среди наиболее значимых проблем российской экономики отмечается негативный инвестиционный климат, низкая производительность труда и плохая демография. А среди самых актуальных проблем сегодняшнего дня названы высокая ставка Центробанка и сворачивание программ льготной ипотеки, которая может ударить по строительному и банковскому секторам. Тем не менее, пока Центробанк отмечает, что в этом году российские банки остаются в профиците ликвидности и идут с прибылью. Но вот дальше банки ожидают точка бифуркации. Например, Сбербанк даже повысил прогноз по росту кредитования россиян и российского бизнеса. Но здесь намечаются проблемы. Начнем с бизнеса. Все чаще отмечаются дефолты и просрочки по кредитам у предприятий малого и среднего бизнеса. Косвенно этот факт признан уже и тем, что группа депутатов Госдумы во главе с председателем Думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла законопроект о предоставлении кредитных каникул не только гражданам, но и малым предприятиям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Одновременно финансовый комитет Думы прорабатывает вариант в очередной раз снизить предельный размер процентов, которые микрофинансовые организации вправе устанавливать по своим займам. По мнению Аксакова, полный запрет микрофинансовых организаций, которые время от времени, особенно под выборы, предлагают некоторые депутаты, проблемы не решит, поскольку тогда россияне пойдут брать взаймы у черных ростовщиков и станет только хуже. Последний раз такое предложение сделала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так что сейчас речь идет не о ликвидации микрофинансистов, а об урезании их аппетитов. Напомню, что сейчас максимум, который могут МФО взимать в заемщиков, это 0,8% в день или 292% годовых. Но больше всего россияне должны все же не МФО, а банкам. Совокупный объем долгов россиян по банковским кредитам недавно превысил 40 триллионов рублей. Половина этих долгов приходится на ипотеку, более 15 триллионов на потребительские займы, 2,2 триллиона рублей на автокредиты. На депозитах в банках россияне хранят около 60 триллионов рублей, на фондовом рынке инвестируют примерно 20 триллионов, в наличных держат примерно 24 триллиона рублей. В общем, картинка в целом логичная. Раз в стране бродят денежные знаки, значит должны быть люди, у которых их очень много. Совсем скоро чуть больше денежных знаков станет у работающих пенсионеров. Напомним, что в этом году президент России Владимир Путин предложил восстановить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Региональные подразделения социального фонда России дружно подхватили, но с легким перетягиванием одеяла на себя. В Оренбурге СМИ сообщают, что, цитирую, в Оренбурге возобновится индексация пенсии для работающих людей. В Омске говорят, что восстановлена индексация омским работающим пенсионерам, но и примерно так же в каждом втором регионе. Вроде и не врут, но от таких заголовков складывается ощущение, что именно вот в этом конкретном регионе как-то особенно постарались. Хотя, разумеется, индексация касается всех работающих пенсионеров России по абсолютно идентичным правилам. Хотя бывают и такие заголовки. Работающих пенсионеров ждет сюрприз. С какого переляку предложения президента страны, затем принятый парламентом и подписанный тем же президентом закон должен быть сюрпризом, эта история осталась неизвестна. Так или иначе, но на днях социальный фонд разговелся и опубликовал порядок индексации этих самых пенсий. Пройдет она в два этапа, в феврале и в апреле. Почему не с 1 января? Потому что нужно время, чтобы оценить, насколько выросли цены за предыдущий год. В общем, несмотря на предыдущие заголовки об индексации пенсий с 1 января, пенсионерам придется немного подождать. Не так уж долго и не так уж сложно. Особенно если учесть бюджеты современных пенсионеров. Например, как сообщила Лента.ру, недавно профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью правительственной российской газете заявил, цитирую Ленту.ру, что половину своих доходов российские пенсионеры тратят на еду и оплату ЖКХ. Половину, задумчиво прикинули россияне, значит на это хватает половины пенсии, остальное, стало быть, пенсионеры тратят на одежду, технику, путешествия там или ресторации. В этом месте энное количество российских пенсионеров, полагаю, что немалое, могло бы доходчиво и кратко пояснить уважаемым экономистам, что тратят на еду и коммуналку не половину, а всю пенсию. Ну вот, докука, профессор Сафонов сказал иное. В оригинале его слова звучат так. Половину в расходах пенсионеров составляют продукты, а остальное уходит на коммунальные услуги и лекарства. И это совсем иная картинка. Так что не профессору Сафонову, а его рьяном интерпретаторам следует сказать что-то, что могло бы вызвать определенное, скажем так, недопонимание. Кто? Послышалось. По-новому решили вести дела в правительстве. Здесь обновлена комиссия по повышению устойчивости российской экономики. А в рамках этой комиссии под комиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Первым заместителем председателя комиссии и руководителем под комиссией назначен первый вице-премьер Александр Новак. Это, как сообщается в публикации, необходимо для повышения эффективности нового состава правительства. Потому что если правительство будет работать над экономикой в целом, а специальная комиссия над устойчивостью этой экономики, а отдельная подкомиссия над устойчивостью отдельных частей этой экономики, то выйдет толковее, чем ежели сразу как-то обеспечивать устойчивость, не отходя, так сказать, от кассы. В общем, интересное решение. Кстати, на сайте правительства количество советов и комиссий не указано. Сказано лишь, что можно установить это, если знать всех их председателей. Но так как знать всех их председателей, не имея списка комиссий, тоже затруднительно, то приходится обратиться к политически ненадежным источникам. Политически ненадежные источники повествуют, что у правительства России примерно полсотни комиссий и советов. Причем некоторые тематически дублируют министерства. Например, есть министерство связи, есть комиссия по связи, есть министерство транспорта и есть комиссия по транспорту. Есть комиссии по делам ЮНЕСКО, с которым сейчас нет дел, по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника верхнекамского месторождения колейно-магниевых солей в городе Березники или по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В общем, работы много, направленные на повышение эффективности развития. Кстати, необычный подход, как способствовать экономическому развитию страны, в эти дни показал президент Либерии Джозеф Буакай, возглавивший это африканское государство в самом конце прошлого года. Он заявил, что намерен, цитирую, подать пример, усилить подотчетность правительства и продемонстрировать солидарность с народом страны. И что нужно пойти, опять цитирую, на создание прецедента в ответственном управлении и государственном строительстве. И вот, что он, шельмец, удумал. Во-первых, поручил агентству государственной службы проверить соответствие объема заработной платы госслужащих состоянию национальной экономики. А во-вторых, чтобы подать пример, на 40 процентов сократил свою президентскую зарплату. Ну что тут сказать? Псих. Самой яркой коллизией в новостном потоке последней недели стала тема блокировки YouTube. Экстремистским ресурсом, в отличие от некоторых мировых соцсетей, YouTube не признает. Так что с точки зрения юридического статуса, он остается абсолютно легитимным информационным ресурсом. Но из-за несоответствия некоторым требованиям нынешнего российского законодательства, в Думе заговорили о необходимости замедлить его работу, чтобы снизить влияние на российское общество. Пошли жалобы пользователей. Объяснили, что все это не потому, что видеохостинг блокирует, а потому что сам Google виноват, сервера в России не меняет. Потом выяснилось, что все-таки Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о серверах Google в России. Наверное, чтобы помочь с их работой, логично предположили все, кто услышал, что Google сам виноват. Но выясняется, что все-таки для того, чтобы, цитирую коммерсант, блокировка была эффективнее. Попутно на неделе падала работа нескольких финансовых систем, платформы, платформа, Mail.ru и других сервисов. Одновременно идут разговоры о возможной блокировке WhatsApp и даже Telegram. Но при этом российские думцы, политики, губернаторы практически все как один держат свои каналы на Telegram, через которые даже общаются с населением по самым важным и даже форс-мажорным поводам. Одновременно с той стороны политических баррикад сообщают о сотнях пропагандистских каналов, созданных Россией именно в Telegram. Но если его заблокируют, так зачем тратить деньги и ресурсы на их создание? Впрочем, вопрос риторический. Тем более, что не только никому неподотчетные глобальные мессенджеры и сервисы, но и вполне контролируемые законопослушные российские СМИ дают, прямо скажем, двусмысленно звучащие новости и даже заголовки. Например, вот такой заголовок на Lent.ru. Водитель въехал в здание правительства и попал в психбольницу. Хорошо излагает собака, учитесь. В продолжение темы «А что такого я сказал?» Портал Волгоград Онлайн публикует мнение политолога, известного, как напоминает заголовок, Александра Саигина о проблемах с YouTube. Политолог сказал так. «Печально наблюдать за протестом на коленях против закрытия YouTube в России. Много хороших и умных людей пытаются убедить правящий слой неработающими аргументами. Да мы ж не политику смотрим, а мультики детям показываем и самообразованием занимаемся». И тут возникает вопрос. А что такое правящий слой? У нас вроде не империя великих моглов и не наследственная аристократия, а республиканский строй, основанный на всеобщем избирательном праве. И в нем слоя, который правит, априори быть не может. Однако ж, оказывается, есть. Но продолжим цитировать Александра Саигина. А то как будто они этого не знают. И как будто именно это их не бесит. Как раз наоборот. Какой мультик смотреть и чему учиться – это тоже вопрос политики, если вы не поняли. А вы этого до сих пор упорно не хотите понять. Более того, важен в политическом контексте и вопрос – где смотреть? Ну потому что YouTube своей рекомендации оперативно не навяжешь и не потребуешь от него показать нужный тебе контент. В отличие от… три точки. Очень грустно, что до большинства так и не дошло. Аксиома «Я вне политики» не работает. Вернее, она демонстрирует, что вы и есть самый ценный объект для российской политики. И лепить из вас можно и нужно, что угодно. Конец цитаты. В общем, вокруг YouTube ничего еще не кончилось. В крайнем случае родится новая поговорка – блокировали, блокировали, да не выблокировали. А пока косвенно YouTube оказался в центре еще одного скандала – вокруг интервью дизайнера Артемия Лебедева блогеру Дудю, включенному Минюстом в реестр иностранных агентов. Во-первых, депутат Госдумы Нина Астанина попросила Генеральную прокуратуру проверить интервью на соответствие российскому законодательству, поскольку интервью, цитирую, «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций». Во-вторых, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала на Лебедева в суд за оскорбление в ее адрес. Ввиду всей этой живости еще один человек подключился. Тюменский активист Юрий Рябцев обратился в Министерстве юстиции с просьбой включить Лебедева в реестр иноагентов. В новости на сей счет напоминается, что ранее активист Рябцев безуспешно подавал иск клубу «Мутобор» из-за печально известной голой вечеринки блогера Анастасии Ивлевой. Тюменский активист, который увидел видео с вечеринки где-то в соцсетях, требовал 1 миллиард рублей. А далее, цитирую, «в такую сумму доносчик оценил свои нравственные страдания от мероприятия». Слово не воробей, доносчик. Теперь внимание, кто же назвал активиста этим четким старым русским словом? РИА Новости – официальное информационное агентство правительства России. И, возможно, это стоит взять на заметку всем современным активистам вкупе с одной очень старой русской поговоркой – доносчику первый кнут. Нас молодых так учили, понимаете? Нас так учили. Всех учили. Но почему-то оказался первым учеником. Скотина. На этом сегодня все. Ждем ваши лайки и дизлайки, комментарии, темы, ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча и одна секунда об экономике» в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал «Финверсия» и специальный канал «Тысяча и одна секунда об экономике» на платформе «Ютуб», а также на наши каналы на платформах «Телеграм» и «Дзен». И всегда рад видеть вас. В числе до ночи. Простите подписчиков моей страницы ВКонтакте. До новых встреч!